День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. С вами здравствуйте еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Все как-то вот живем мы на таком глобальном маленьком земном шарике, где события в одной части земли могут как-то аукнуться сразу же по всему земному шару. Не так давно отмечали это, господи, начало столетия Первой мировой войны, Сараевское убийство. Казалось бы, там вот застрелили арцгерцога Фердинанда, террористы. Ну что там в результате миллионы, десятки миллионов погибших по всему миру, глобальная война, которая привела к крушению трех империй. Ну и вот уроки истории, конечно, вот я думаю, что многие пытаются извлечь. И понятно, что конфликты, военные, вооруженные конфликты, тлеющие конфликты, они заставляют все время как-то приглядываться. И даже если мы живем в каком-то отдалении от этих конфликтов, все равно они влияют на нашу жизнь. Это я так долго как бы подвожу теоретическую базу под нашего следующего гостя. Все правильно, все понятно, долго и умно, потому что действительно, в отличие от начала XX века, в начале XXI мир глобализировался, и границ практически не осталось. И мы стали гораздо ближе друг к другу, поэтому ничего странного в том, что происходящее где-то на долине тысячи километров напрямую может коснуться нас. А конкретно мы сейчас говорим о том, что происходит на Украине, на Донбассе, Украина якобы стягивает свои войска к этому региону, Россия на своих границах тоже проявляет миллитаризированную активность. Корабли американского флота входят в Средиземное море, что происходит как-то, что происходит на Украине, и как это, вероятно, может оукнуться на Латвии. Но это не может не интересовать, поэтому мы и связались о возможных последствиях эскалации ситуации на Донбассе. Мы хотим поговорить с юристом, специалистом по европейской политике Вадимом Полищуком. Вадим, с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Главный вопрос, straight to the point, так сказать, будет ли война на Украине, на ваш взгляд? Между Россией и Украиной разумеется. Это очень важный вопрос, на которого, к сожалению, никто не знает ответа до сих пор. Большое спасибо. Кроме двух-трех человек во всем мире. Именно те, которые будут принимать решения. На ваш взгляд, насколько... Исти от военной эскалации непосредственно к открытию боевых действий. Насколько вероятно все-таки война? Я сказал, что в политике важны не намерения, а возможности. И можно также сказать, что и в военном деле важны не намерения, а возможности. Действительно, когда такая концентрация военной техники в зоне конфликта, когда такая концентрация войск Российской Федерации на границе между Россией и Украиной, то, конечно, там достаточно небольшой искры, чтобы все вспыхнуло. И мы знаем, что все последние годы были различные сдерживающие факторы, которые не позволяли как бы этому третьему конфликту вновь разгораться. И сейчас многие из этих факторов уже не действуют. Прежде всего, минские договоренности. Да, мне кажется, что минские договоренности как бы все больше и больше утрачивают для Украины особенно свою привлекательность. Россия вроде бы за них держится, поскольку считает, что она тем самым вроде как давит на Украину. Но мне кажется, что и украинское, и белорусское общество демонстрируют некоторую усталость от того, чтобы проблема была не решена. А ее возможно решить? Мирным путем. Мирным путем, да. Мирным путем, да. Но пока не меряю. С другой стороны, нужно понимать тоже, что у господина Зеленского, президента Украины, ситуация сейчас довольно аховая. С внутриполитической точки зрения. У него падают рейтинги, у него большие экономические сложности в стране. Они не могут получить еще одной транш от МБФ. И на него оказывается давление довольно радикальными группами украинского населения и украинского, как они называют, политикума. И все это может привести к тому, что он может сказать, ну ладно, да, давайте, вы мне уговорили. То есть вы намекаете на то, что маленькая, что называется, победоносная война Украины против России решит внутриполитические конфликты и социально-экономические на самой Украине? Я немножко по-другому смотрю на эту проблему. Я говорю, что внутриполитическая ситуация в Украине такая, что она не заставляет руководство Украины бояться войны. Парадоксальным образом. То есть казалось бы, вроде бы экономические сложности, там вроде бы война только усугубит, но на Украине могут смотреть на это дело иначе. Они могут сказать, что со мной экономические сложности, зато мы решим эту проблему и зато все равно нам окажут по итогам войны, чем бы она ни закончилась, поддержку у страны Запада прежде всего. Это одна, один возможный подход к проблеме. А другой говорит о том, что война может быть выгодна России. Чем же? Ну, обычно говорят о том, что у Путина рейтинги не очень большие, у него есть тоже некоторое давление со стороны непримиримой оппозиции внутри страны, и поэтому он может тоже решиться на маленькую победоносную войну. Но мне кажется, что здесь, если мы сравниваем именно Путина, Зеленского, Россию и Украину, то есть определенное различие в ситуации. Именно то, что экономически Россия намного более стабильная страна, и хотя отношения между Россией и Западом сейчас очень плохие, но понятно, что открытие боевых действий, особенно по инициативе России, она в принципе, ну, если это будет уже не холодная война, это будет уже редниковый период в отношениях с Западом, и, скорее всего, это очень сильно повлияет не только на политические, так сказать, контакты, но и на экономику, на экономические отношения. Ну, потому что... То есть, как многие говорят, что если Россия выступит в качестве агрессора в этой войне, то, скажем, про Северный поток-2 можно будет забыть. Поэтому, вроде как, есть факторы, которые могут подвигнуть обе стороны, начать прийти к каким-то активным действиям, но, как мне кажется, у Украины как бы воля развязаны руки, и она как бы действует на своей территории, считает себя в своем праве. Ну, то есть, в любом случае, если случится вооруженный конфликт, Россия при любом раскладе получится проигравшей стороной. Ну, такой вот профанный вопрос с моей стороны, да, позвольте. Потому что, так ли это? Потому что, как мне кажется, напади она на маленькую беззащитную Украину, ну, все скажут, ну, конечно, напали на маленькую беззащитную, с кем там было воевать. И, в общем-то, обратный процесс. Если они проиграют в этом конфликте, получится, что маленькая беззащитная сожрала вот этого восточного монстра. Там, конечно, очень важно, как конфликт начнется, как он будет оформлен, то есть, что это будет. Я думаю, что если там случится какое-то обострение и переход к активным воевым действиям, то, скорее всего, это будет сценарий войны 2008 года в Грузии. То есть, когда Россия вступит в войну, как это называлось тогда в 2008 году, с целью принуждения к миру. Принуждение к миру – это прекрасная формулировка. Мы беседуем с… И опять скажут, что там много российских граждан. Это уже действительно так, поскольку там, вы знаете, была паспортизация, и она сейчас продолжается на Донбассе. И очень много людей, там уже десятки тысяч людей имеют российские паспорта. Юрист и специалист по европейской политике Вадим Поличук с нами на прямой связи. Мы обсуждаем вероятность вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Но, Вадим, у любой войны, у любого конфликта должна быть причина. Если этот конфликт произойдет, то вот, извините, действительно, возможно… С чьей стороны? Глупый вопрос. Нет, даже не с чьей стороны. А за что будет эта война? За вот этот клочок Донбасса? Ну, не нападет же Украина на всю Россию, чтобы, значит, включить ее в свой состав. И обратный процесс тоже, скорее всего, невозможен. Что Россия просто хочет присоединить всю Украину к себе. Так из-за чего? В чем суть конфликта-то будет? Ну, потому что обе стороны крайне недовольны нынешней ситуацией. Ну, скажем, Украина недовольна больше. Она, по сути, проиграла войну в 2014-2015 году, потеряла контроль не только над Крымом, но и над Донбассом. И это является, как бы, такой, ну, зудящей раной, которая очень сильно отравляет внутрополитическую ситуацию в Украине все последние годы. Вот. И понятно, что они справедливо считают, имею в виду, на Украине, что без решения проблемы Донбасса очень трудно говорить о каком-то там экономическом развитии и политической стабилизации. Но как можно решить проблему? Я считаю, украинцы со мной не согласны, но я считаю, что это все-таки гражданская война, прежде всего. И, конечно, без не разрешив гражданскую войну, очень трудно говорить о развитии. Вот. В то же время для России Украина является сейчас страной откровенно враждебной. По какой причине? В том числе из-за событий 2014-2015 года. И то есть они рассматривают Украину как такую зону нестабильности у своих границ. К тому же, с учетом того, что Запад и Россия сейчас находятся в очень плохих отношениях, а Украина, естественно, держит сторону Запада, то они считают, что также то, что происходит на Украине, это опасность для России, в том числе и потенциально военная опасность. И поэтому они хотят эту проблему каким-то образом решать. То есть проблема Донбасса, как она вот появилась в 2014-2015 году, это был способ решения проблемы со стороны России, как мне кажется. Как буферные зоны такой? То есть вот эти самые непризнанные республики, они создали буферную зону между собой и Украиной, и на каком-то этапе это их устраивало. Но общественное мнение в России, как мне кажется, очень болезненно относится к тому, что Россия не пошла до конца. То есть не решила какую-то проблему Донбасса, как это видится, ну, таким особенно националистически настроенным на части российского общества. А как могло бы тогда быть? Ну, не знаю, там пойти по примеру тоже самое, не знаю, Южная Сеть, Абхазия, например, или признать независимость, еще что-то сделать. Но Россия на это идти не хотела, потому что она понимала, что если она пойдет на эти шаги, то это будет полный разрыв в отношении Запада. То есть Украины они не очень боялись тогда и не очень боятся сейчас в военном смысле. Но они, конечно, все-таки хотят выглядеть как бы ответственными членами международного сообщества. Для того, чтобы... Это то, что Россия сейчас в этом отказывает, причем уже до начала каких-либо военных действий на востоке Украины, говорит о том, что они могут решить, ну, ладно, раз уж нас все равно считают за монстров, ну, и ладно. Тогда, значит, мы не должны. Для того, чтобы конфликт перешел в следующую фаузу, уже какую-то горячую, для этого, ну, понятное дело, что должно произойти либо на границе, либо, не дай бог, на территории обеих стран Украины или России, там, я не знаю, в Киеве, в Москве какие-то провокации, теракты. Вы считаете это возможным? Ну, все, что угодно может быть. Ну, меня в школе еще учили, помню, на уроках истории, что всегда есть повод для начала войны, всегда есть причины. Причины глубокие. Они находятся в том, что Украина, Россия сейчас находится по разным сторонам парикад. Это давно, всерьез, и надолго. Вот. А с другой стороны, что может послужить для начала военных действий, ну, это может быть все, что угодно, действительно. Ну, то есть... Но не будет ли... Своё убийство Эрдерсиго Фердинанда, да, может случиться где угодно. В Киеве, Москве, на Дамбасе. А скажите, ну, вот для Украины, вот, опыт, условно говоря, Дебальцева, вот, 14-го года, насколько, 15-го, а насколько это может стать отрезвляющим фактором, или это уже, как бы, Украина считает, что она более извлекла уроки из вот этого, ну, унижения, поражения, и эта ситуация не повторится? Все последние годы Украина занималась военным строительством, в том числе с участием стран Запада, с нашим участием, в том числе. И когда, ну, там Чехов говорил про пьесу, да, что если в первом акте повесить ружьё, оно должно выстрелить, но это, опять-таки, если вы занимаетесь военным строительством, то для чего-то это было нужно. И здесь, опять-таки, мне немножко эта ситуация волнует. Вспомним про Грузию, она тоже занималась, занималась военным строительством, потом случилась война восьмого года, потому что Грузия тоже была, как бы, готова к такому развитию событий. И момент, который я хотел бы тоже отметить, Украина не боится проиграть, как мне кажется. То есть она считает, что даже если она проиграет, то, в принципе, ничего страшного не случится. Но опять она не будет контролировать всего два региона, международное сообщество, большинство, по крайней мере, стран, не будет это признавать, и всё равно останется шанс потом их реинтегрировать в каких-то условиях когда-нибудь потом. Поэтому можно будет избавиться от минских соглашений, потому что они были заключены на тех условиях, на которых с нынешним политическим руководством решительно не нравятся эти условия. Эскалацию ситуации на Донбассе, её возможны последствия для Латвии, об этом чуть позже. Мы обсуждаем с Вадимом Полищуком, юристом, специалистом по европейской политике. То есть даже если Украина проиграет, она выиграет, потому что добрый Запад её маленькую несчастную поддержит. Ну, маленькую несчастную, я в ироничном, конечно же, смысле, без тени издёвки. Она может лишиться запросто части своих территорий в пользу каких-то материальных благ и прочих преференций. Ну, правда, дали сигнал, что в НАТО не возьмут. Но, может быть, деньгами тогда как-то выдадут? Ну, понимаете как, я считаю, что, в принципе, если можно вернуться на полшага назад, Украина считает тогда, что ничего страшного не случится, но на самом деле мы не знаем, как далеко пойдёт Россия в случае войны, потому что считается, что они ограничатся двумя регионами. Все вспоминают именно ситуацию войны 2008 года, когда всё ограничилось всё-таки Южной Осетии, ну и Азия потом откололась. Но что случится, на самом деле неизвестно, потому что всё-таки в 2008 году была совсем другая международная ситуация. Из-за других был уровень отношений между Западом и Россией. Сейчас ситуация другая, и я бы на месте Киева сто раз бы подумал, действительно ли эти изменения, действительно ли война может закончиться на таких вот как бы умеренных условиях для Украины. С одной стороны. С другой стороны, на НАТО, вступлением в НАТО я не верю, потому что, я не верю, что это именно из-за конфликта её не уступят, там какие-то другие причины будут, их очень много. В том числе всё-таки не надо забывать, что Украина страна бедная, то есть они не могут привести в порядок свою армию должным образом, пока, по крайней мере. И, ну да, неукурированный конфликт, конечно, всё время будет чревать конфликтом с Россией, это тоже, конечно, будет останавливать. Но мне кажется, что уже очень давно разговор о вступлении Украины на НАТО является скорее такими разговорами в пользу бедных. Это благие пожелания, но никто серьёзно об этом не думает. Ну, давайте всерьёз задумаемся о вероятных последствиях этого конфликта всё-таки для Латвии. Как это может отразиться на нашей стране, на ваш взгляд? Ну, здесь у нас, в принципе, опыт уже есть. То есть мы знаем, что случилось после приседмения Крыма, вот, когда здесь было... То есть латвийские политики, такие эстонские, кстати, такие литовские, они боятся повторения каких-то сценариев на своей территории. Если мы помним, как в 14-15 году бояли зелёных человечков. Угу, было такое. Я думаю, все помнят, что это такие. Так проводили даже специальные учения, которые должны были, ну, как бы, научить органы власти, населения реагировать на появление таких человечков. Вот, хотя тогда, ну, большинство всё-таки политиков считало, что такой сценарий маловероятен, потому что очень разные условия. Но, тем не менее, там у всех есть свои проблемные регионы. В Латвии есть Латгалия, да, на границе с Россией, Белоруссией. Есть северо-восточный регион Идавирума в Эстонии, где, допустим, в городах почти, там, в некоторых местах, там, больше 90% русского населения, русскоязычного населения. Вот. Поэтому, конечно, всплеск таких вот панических настроений будет просто неизбежен. И мне кажется, что это очень сильно повлияет также на отношение к русскоязычному населению в странах Балтии, поскольку... Явно не в лучшую сторону. Особенно если будет использована риторика России защиты прав российских граждан, то, да, это, значит, заставит местные спецслужбы думать о том, что, особенно общественные, общественники, активисты, особенно российские активисты, представляют собой намного больше угрозы, чем ранее. И определенное ужесточение политики, как в отношении общественной деятельности, так и в отношении, может, каких-то образовательных, культурных деятельностей, меньшинств. Я думаю, можно будет смело делать такие прогнозы, что это будет более чем вероятно. Ну, опять же, вспоминая предыдущий опыт, первая реакция была, да, это естественный страх, сомнение, возможно, испуг по поводу повторения сценария на своей территории, но тогда за этим последовали разговоры, скажем, об укреплении внутреннего информационного пространства, о создании специального телевизионного отдельного полноценного телеканала на русском языке в Латвии. В Эстонии, кстати, на этой волне укрепили ЭТВ+. Но потом этот первый испуг прошел, и все это откатилось. На ваш взгляд, как разумнее, как правильнее было бы поступить метод ужесточения или все-таки показать, что, ну, интеграция, назовем это дурацким словом, интеграция? Нет, ну, ответ на ваш вопрос, конечно, очевиден. Я думаю, что большинство политиков, даже самых таких, может быть, националистически настроенных, отвечая на ваш вопрос, скажут, да, конечно, интеграция, да, конечно, убеждение. Ну, мы не с политиком беседуем, а с юристом и специалистом по европейской политике Вадимом Поличаком. Я помню, что у одной латвийской радиостанции отозвали государственный грант за то, что они сказали что-то не то в эфире по политике актуально. Ну, понимаете, как это явно не похоже на метод убеждения. Что же это за радиостанция? Да, что же это за радиостанция? Вот, но, с другой стороны, вот интересно сравнивать, то есть, допустим, Эстонию с Латвией. То есть, допустим, если в Латвии, в принципе, все эти разговоры о информационной безопасности закончились ничем, по сути, то, скажем, соседней Эстонии нет. Но там вот и до сих пор есть ЭТВ+, то есть телеканал, который, кстати, наконец-то стали расти рейтинги, они стали, наконец-то, реальными конкурентами ПБК, Первого Балтийского канала. Вот, то есть, в принципе, если потерпеть, если вложить деньги, то, действительно, можно добиться каких-то успехов. К сожалению, вот Латвия идет по прямо противоположному пути, как, насколько мне известно, там, допустим, ЛТВ-7 переводят на интернет-вещание. Да, его закрывают, в принципе. Такие планы озвучены. Ну, русское обещание именно. Да. Ну, то есть, это как-то действительно. То есть, с одной стороны, мы говорим о информационной безопасности, с другой стороны, то есть, видимо, опять-таки, надеяться на то, что вот это вот «не потерплю разорю» знаменитое, с такого очень другое, сработает. Но такие методы обычно работают хуже, чем методы убеждения, информирования и вовлечения. Увлечения, скажем, меньшинств в политическую и общественную жизнь Латвии на поле активном. Отлично. На этой ноте, пожалуй, самое время нам заканчивать. Это действительно самое время нам заканчивать. Да, мы беседовали об эскалации конфликта, ситуации на Донбассе, ее возможных последствий для Латвии с Вадимом Полищаком, юристом, специалистом по европейской политике. И, Вадим, огромное спасибо вам, что нашли время присоединиться и так квалифицированно все объяснить, что происходит там, на границе между Украиной и Россией, и как это может аукнуться в наших широтах. Спасибо большое. Вы так не оговаривайтесь, а то испугает. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.